МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа недели. Меня зовут Игорь Поздняк. Здравствуйте и смотрите сегодня. Наши два извещения, которые под Новый год нам пришли. Что делать, если работы нет, а письмо из налоговой есть? Очень рада, что отменили налог. Чиновники высшего звена стали ближе к народу. Острые вопросы, оперативные решения. О том, что справедливость иногда весомее буквы закона, на неделю убедилась Юлия Бешанова. Налоги. Сколько платим и на что тратим? Разговор у доски с профессором Ковалевым. И при чем здесь английские шляпы? 13% мы платим по доходному налогу. А Депардье почему побежал в Россию? Потому что ему надо было платить 70% с его больших доходов. Красный свет с зеленым. Где долларизация? Что значит новый финансовый термин? Когда мы будем говорить о том, что мы заплатили, скажем так, за автомобиль не 5 тысяч долларов, а 10 тысяч долларовских рублей, и когда это у нас будет на ментальном уровне? Как искоренить привычку переводить цены в доллары? Если введена своя валюта, должна быть своя валюта везде. Что нам даст рублевый патриотизм? Приценилась Яна Шибко. Бизнесу мешают 1700, как насчитали эксперты, организаций, которые имеют контрольные надзорные функции. Бизнес-прицел, какие условия для деловой активности в Беларуси, можно и нужно менять. Нам хватит увлекаться тотальным контролем. Основной акцент на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. Что надо усовершенствовать в бизнес-сфере, как дать зеленый свет молодым рестораторам? На неделе Анастасия Иванникова взглянула на все условия глазами бизнес-сообщества. Квадроциклы под контроль. Почему аграрии жалуются на водителей вездеходов? Ну, они устраивают на поле ралли просто-напросто. Ущерб огромный сидит тем, что вытапкивают пассивы. Ралли с последствиями. На кого лихие гонки бросают тень? И что думают профессионалы? Татьяна Ревизория на неделе задумалась, может ли вездеход преодолеть законную преграду? В этот понедельник, 20 февраля, наступает время чат для тех, кто должен уплатить сбор на финансирование госрасходов, согласно декрету номер 3. Извещения, или, как их уже назвали, письма счастья, получили 470 тысяч белорусов. Это трудоспособные граждане, которые не работали и не платили налоги. Но наравне со всеми пользовались всем тем, что принято называть бюджетной сферой. Школы, поликлиники и так далее. Цена вопроса 20 базовых величин, или 460 рублей. Именно эту сумму такие граждане обязаны возместить государству справедливости ради. Но есть и масса исключений, когда платить этот сбор не нужно. Например, если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию. Вот с такими историями на неделе белорусы пришли к чиновникам. Мобильные приемные развернулись по всей стране. Все нюансы декрета о социальном иждивенчестве разъясняли руководство администрации президента и помощники главы государства. Правда, приходили белорусы самыми разными вопросами. И решено, что такая полезная практика будет продолжена. Репортаж Юлии Бешановой. Хочу, дорогой помощь моя. В этот дом на окраине Витебска Андрей Скомарохов приезжает несколько раз в день. Молодой человек ухаживает за почти 90-летней бабушкой. К тому же, всего два месяца назад мужчина стал папой. Устроиться на работу при таких жизненных обстоятельствах невозможно. А платить сбор не хватает семейного бюджета. Я ходил на биржу труда. Мне сказали, что мы пока не ставим на учет, так как много слишком людей. Ходил сегодня в горосполком к Александру Егоровичу. Он сказал, чтобы я нанес документы в горосполком, в это окошко, писал заявление. И там уже будут рассматриваться все эти нюансы. Будем оформлять опекуство. И я буду здесь помогать дальше делать, обустраивать дом. Прием граждан в Витебском исполкоме начался строго по расписанию. Но уже через час стало понятно. Отведенными тремя часами общение не ограничится. Вместо ожидаемых 17 человек по предварительной записи обсудить тет-а-тет с высокопоставленным чиновникам свои проблемы. Пришло почти полсотни граждан. Недостаточной информации было для людей о том, каким образом использовать нормы декрета. Поэтому вот та инициатива главы администрации президента о том, чтобы руководство администрации провело в районах и в городах вот такие приемы, она находит свое подтверждение во время вот таких приемов о том, что да, вы смотрите, десятки и десятки людей, и они не все знают. Кто-то, может быть, и знает, но хочет каким-то образом избежать вот этого сбора на уплату государственных расходов, а большинство ведь и не знает. Поэтому вот это наша недоработка, которую вот таким приемом мы восполняли. Декрет был нужен. Потому что, когда мы встречаемся с фактами, люди годами не работают. И хотя бы это подсоединяет к тому, чтобы, ну, действительно, даже не для государства работать, хотя бы помогать вот тем матерям, которые вот приходят 70-80 лет, и которые выгораживают своих детей, которые достаточно трудоспособные, которые годами могли бы работать, но не работают. Несмотря на снег за окном, в теплицах Татьяна Моцук. Настоящее зеленое изобилие. Укроп, петрушка, мята, кинза, базилик. Работы, как говорится, на семерых. Извещение по плате сбора пришло неожиданно в разгар трудового сезона. Пошла в сельский совет, взяла справки за 15-й год, паспорт. Все, без проблем. Пять минут и аннулировали извещение. Есть, конечно, несправедливость, из-за того, что и правда некоторые работают. Во-первых, налоги возьмите не на заводах, высчитывают нормально, а некоторые вообще не в этом. У нас еще все равно школы, поликлиники, все бесплатно. Поговорить о наболевшем, в мобильные приемные шли люди всех возрастов и профессий. В Бресте диалог с властью продолжался почти 8 часов. Кто-то хлопотал за себя, кто-то за ближайших родственников. Люди жаловались, говорили о личном, просили помощи и совета. Услышан был каждый. Отсутствие в стране у меня получилось всего 136 дней. По приезду сюда я устроилась на работу, проработала здесь до конца года 2 месяца. Поэтому я пришла узнать, есть ли возможность как-то избежать уплаты данного сбора. Я остался безработным. Теперь пришло письмо. Вот такая ситуация. Мне порекомендовали написать письмо, объяснить всю эту ситуацию, ну и будут рассматривать. Павел Грещенко из кабинета вышел в приподнятом настроении. Чтобы решить его вопрос, комиссии понадобилось не более 5 минут. Мужчина пришел от имени своей беременной дочери. Та больше полугода провела за границей. Казалось бы, по закону должна платить сбор. Но пойти навстречу в этом случае, что называется, дело совести. Рассмотрев все наши вопросы, посмотрев все документы, председатель комиссии принял правильное решение и сказал, что помочь, посмотреть и решить наш вопрос. Кто-то ухаживает за больными родственниками, другие столкнулись с непростой финансовой ситуацией. Сотрудники администрации президента досконально разбирались во всех жизненных перипетиях. Владимир Викторович после общения не скрывает удивление. На деле оценил новый тренд – доступность и готовность к диалогу чиновников всех уровней. Эффекты есть. Чиновники из первых уст услышат именно проблемы. Проблемы как? И как их пути решения? Их же можно как-то было за это время решать. Хорошо, что они выехали. Пусть они выезжают больше и больше разговаривают с народом, с простыми людьми. Жодинский райисполком в день приема глава администрации напоминал растревоженный улей. Прямо в коридоре люди обсуждали проблемы. В топе волнующих, конечно же, вопрос о применении декрета, льготное аккредитование, жилищно-коммунальные проблемы. Одним словом, чиновники пошли в народ. Всю неделю сотрудники администрации президента, независимо от статуса, колесили по стране и без формальности бюрократии разговаривали с людьми. Акцент на беспрепятственное общение и мобильность, а главное – на личный контакт. Так и о проблеме рассказать гораздо проще и обрисовать всю ситуацию в целом намного легче. И такую практику выездных приемов намерены продолжать. Мониторинговая группа будет систематически проверять работу с обращениями белорусов на местах. Президент еще раз четко поставил задачу о необходимости более серьезной работы по отношению к гражданам. Если люди обращаются, мы должны рассматривать оперативно, объективно те обращения, которые поступают. Поэтому в администрации президента создана мониторинговая группа, которая будет выезжать в регионы. Это будет такой традицией. Мы будем выезжать в регионы, проводить приемы по личным вопросам для того, чтобы видеть, как проводится эта работа на местах. Последние несколько лет жизни Татьяны Гочарук сплошная черная полоса. Два года назад, как гром среди ясного неба, страшный диагноз мужа – опухоль головного мозга. Начались бесконечные поездки по больницам, операции, работать не было возможности. Спустя год мужа не стало. Женщина осталась с двумя дочками, долгами за лечение, без работы и со статусом социального иждиенца. На прием шла, что называется, с последней надеждой. Очень рада, что отменили налог. Устроилась на работу. Теперь работаю и потихонечку уже начинаем жить на нормальную зарплату. Но все равно прожить на эту зарплату с двумя детьми, когда нужно оплачивать кредиты и квартиру, и что-то нужно одеться и на еду, то тяжеловато. В отведенные три часа для общения не уложились практически нигде. На человека протокольные 10 минут. Но на практике такой подход не работает, ведь каждое обращение требует особого внимания и рассмотрения. Мне сказали обратиться в госполком в понедельник и, возможно, трудоустроят. Здесь очень замечательно, что можно решить вопрос за короткое время. Не нужно ничего писать, обращаться где-то. И компетентный ответ дадут. Это очень хорошо, что такие сборы почаще, по специальностям и по заработным платам. В администрации президента очередь на прием стали заниматься с самого утра. По записи меньше двух десятков человек. Но в общении не отказывали никому. В коридоре люди заметно волнуются. Еще раз изучают документы, формулируют вопросы. Из кабинета выходят с уверенностью. Государство на защите интересов каждого гражданина. Четыре года я уже плашу. Два года стоять с незаселенной квартирой. Минстрой не отдает мне ключи. Выслушали хорошо. Все будет хорошо. Я надеюсь. Сравнивая подход белорусского общения чиновников с московским общением чиновников, это две большие разницы. В Беларуси очень внимательно и качественно принимают все заявления, решают эти вопросы. Я очень доволен. По сравнению с Москвой, они должны сюда приехать и поучиться. Минстр исполков с просьбой об отмене сбора обратилось почти полсотни людей. В 15 случаях специалисты приняли во внимание непростые жизненные истории. Выслушали всех, кто пришел с просьбами, проблемами и предложениями. Уже после нескольких обращений становится понятно, большинство проблем можно и нужно было решить еще до начала разговора. Камень в огород местных властей. Людей волнуют, значит, проблемы трудоустройства, прежде всего. Людей волнует вопрос исполнения декрета номер 3, людей волнует широкий пласт вопросов бытового характера. У нас сегодня вот есть здесь исполком, есть соответствующая комиссия. Все инструменты решения вопросов у них есть, но не всегда они могут быть готовы их все применить, боясь, что вдруг они где-то перейдут к какой-то полномочии. Надо понимать, что даже если ты что-то не можешь делать, у тебя всегда остается возможность туда в центр написать свое мнение по тому или иному вопросу, я говорю сейчас о руководителе районного звена, где обозначить какие-то проблемы и даже может быть предложить, что они нуждаются в какой-то регулировке сегодня, ибо нам там снизу виднее, что нужно этим людям. Продолжение следует. Мониторинговые группы теперь регулярно будут выезжать в регион. На месте разбираться с проблемами и контролировать работу с обращениями. Ответить на любые вопросы сотрудники администрации готовы 23 и 24 февраля. Помните знаменитый фокус со шляпой, откуда можно было достать кролика, платок, букет цветов и прочее социальное благо, переходя уже на бюрократический лексикон. В любом случае с государством, а точнее с государственной налоговой системой, которая, разумеется, во всех странах разная, такие фокусы не проходят. Чтобы из бюджетной шляпы что-то достать, нужно туда это что-то положить. Кстати, англичане еще в 18 веке придумали весьма необычный, но очень справедливый налог на шляпы. Он оплачивался с каждой покупки, соответственно, бедные слои населения, не имеющие возможности иметь много шляп, платили мало, а с тех, кто мог себе позволить много шляп, взималась гораздо большая сумма. Правда, сразу же разгорели споры по поводу того, какой головной убор считать шляпой, а какой нет. И вот с такими мыслями на неделе мы отправились к профессору Ковалеву. Так шляп много у вас в гардеробе, Михаил Михайлович? Честно скажу, шляп не ношу, но эту шутку английскую, что чем больше у тебя шляп, тем больше ты должен платить налогов, знаю. Но это не шутка. Это правда. Это действительно правда. Но мы где-то лет пять, наверное, а может быть и больше назад решили, чтобы все-таки все платили налоги. Мы ввели плоскую шкалу налогов. Раньше она была 12%, теперь 13%. Даже знаменитые некоторые французские актеры приезжают либо к нам, либо в Россию, чтобы платить такой маленький налог. Понятно, что есть уборщица, есть владелец заводов, пароходов, табачных фабрик. У которого гораздо больше шляп, чем уборщица. И Каон, у него очень много шляп. Поэтому во многих странах мира в такой ситуации вводят налог на богатство. Ну, тебе там какая-нибудь заубежная... Вы об этом налоге вот накануне записи мне все уши прожужили. Да, абсолютно верно. Я же сторонник этого налога. Я честно скажу, что я, наверное, буду пострадавшим. Я живу в садовом товариществе, но у меня нормальный домик. И я буду за него тогда платить налог. Но, на мой взгляд, надо платить на хорошие квартиры, на хорошие дома, на дорогие автомобили. Это есть и на Украине, и в России есть налог на богатство. Для понимания, Михаил Михайлович, что есть налоги? Что здесь оплатил я? В бюджетной организации. Или вот наши коллеги-операторы, что здесь оплатили? Согласен. Мы находимся в бюджетной организации. Это университет. Университет содержится на бюджетные деньги. Где-то примерно... Вот все, что страна произвела за год, это есть валовый внутренний продукт. В виде налогов, я вот сейчас попробую нарисовать, мы забираем примерно четвертую часть. И по тому деле, в прошлом году это было примерно 95 миллиардов рублей. Это знаете, как вот в детской считалочке, мы делили апельсин много нас, а он один. Совершенно верно. Все, что мы сделали за год. Заводы, фирмы и так далее. И мы ругаемся, что государство у нас много забирает. Оно действительно, вот из этого, оно заберет у нас примерно четвертую часть. 24-25 процентов. Замечу, что еще 10 лет назад государство забирало 35 процентов. Видите, какая динамика? У предприятий остается существенно больше денег. Из этих денег самые большие статьи расходов, это примерно 6, два раза по 6 процентов, это образование и здравоохранение. Наши школы, вузы бесплатные есть. Вот это аудитория. Это аудитория. Вот эта доска. Это стоит примерно 6 процентов от того, что страна за год сделала. Михаил Михайлович, точно так же медицина. Ваша зарплата. Моя зарплата. Здесь. Абсолютно верно. Все здесь. Повысим здесь эффективность, вот как сказал президент, если в каждой организации, в каждом министерстве аппарат будет меньше, чем у президента, все-таки у президента это главный аппарат, но у президента аппарат всего 108 человек. Поэтому в любом министерстве, в любом ведомстве надо сделать аппарат маленький, и тогда эффективность от этих 6 процентов резко повысится. Я вернусь к теме. У нас 24-25 процентов. Уже мало осталось в мире стран, где меньше. Но есть. У США меньше, у Японии меньше. Замечу, у Китая тоже меньше, чем у нас. Меньше забирают в виде налогов. Но у Китая зато совсем недавно даже средняя школа была платной. Китайцы вот сейчас переходят, сначала сделали сельские школы бесплатными, скоро станут городскими. Но в Китае еще и сегодня нет ни одного бюджетного места ни в одном вузе страны. Все места в вузах у них платные. Поэтому, да, Китай может меньше взять денег. Но больше взять в качестве оплаты за некие услуги. Да, совершенно верно. У нас очень дешевая армия. Она чуть больше 1 процента. Ну и так далее, и так далее. Михаил Михайлович, если вот эти 24 процента мы сделаем меньше, это будет не 24, это будет 20 процентов. Чем это обернется для каждого из нас? Я думаю, что в социально ориентированном государстве, как мы провозгласили, меньше невозможно. Иначе надо будет делать все места в вузах платными. Здравоохранение частично. Я приведу для примера там Швецию, Данию, Финляндию, где эти суммы существенно больше. То есть, есть государства в Европе, где более 30 процентов государства забирают. Но более того, у нас подоходный налог всего копеечный. 13 процентов мы платим подоходного налога. А Депардье почему побежал в Россию? Потому что ему надо было платить 70 процентов с его больших доходов. То есть, Франция вот на сверхдоходы ввела такой большой налог. Да и Россия-то задумалась об этой цифре. Нет, Россия сейчас обсуждает заменить цифру 13 на 17. Я думаю, что нам тут уж не следует следовать за Россией, но действительно, как мне кажется, следует подумать над налогом на богатство. На Украине, например, даже за покупку дорогой шубы надо платить налог на богатство. То есть, иными словами, белорусскому парню дешевле будет влюбиться в белорусскую девушку и купить ей шубу в подарок? Да, это верно. Это уж точно верно. Если мы хотим, чтобы медицина была бесплатной, школы были бесплатные, чтобы пенсии нам платило государство, то с этим надо мириться. Я не добавил. Это мы 24 процента платим бюджету. Но мы еще платим примерно 12 процента от вала внутреннего продукта. Это на пенсии мы платим. За рубежом, как правило, эти деньги платит сам человек. У нас же платит работодатель. А это вот вообще очень интересная история для человека непосвященного. На самом деле мы зарабатываем гораздо больше, нежели нам предлагает наш работодатель. Совершенно верно. Зарплата это 3-4 процента. То есть наша зарплата, если бы нам платили так, как платят в Литве, Польше, в других государствах, наша зарплата была бы на треть больше. Правда, радостнее мы от этого не стали бы. Нам бы заплатили, вот сегодня бы заплатили нам не 400 долларов, а там чуть больше. 600 долларов, да, но из них тут же бы забрали третью часть и сказали, это придет тебе на пенсию. Мы этого не видим. Это у нас платит тот, кто дает нам работу. Поэтому на самом деле, как раз сравнивать, например, белорусскую зарплату и зарплату в Литве, Польше, ну, совершенно некорректно, потому что они еще платят пенсионную пенсию. Здесь можно сравнить, что осталось в сухом остатке. У меня есть старинный приятель, мы уже, наверное, лет 40 знакомы в Германии, он получает по нашим меркам очень большую зарплату, там где-нибудь почти 5000 евро профессор в университете. Но когда мы вот мы с ним берем и расписываем из этих 5000 в пенсионный фонд, за квартиру 1200 евро и так далее, и так далее, когда распишем, сколько у него есть постоянных платежей каждый месяц, то в конечном итоге моя маленькая зарплата ну почти такая же, как у него. А психологически как ты так вот чувствуешь себя комфортно, когда не нужно уже полученные деньги в виде зарплаты отдавать туда, 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 туда? Я бы сказал так, что, наверное, люди привыкают, некоторым больше нравится, они могут сами выбрать пенсионный фонд, они сами решают, куда свои деньги отдать. За нас это решает, так сказать, работодатель. Поэтому одним так нравится, другим так... Но вы припочли бы получать 5000 долларов, Михаил Михайлович, профессор? Нет, у меня всегда пословица была одна. Счастливый не тот, у кого много, а кому хватает. Я честно скажу, мне всегда хватало в жизни моей. Это был профессор Ковалев. И хорошая новость для белорусского бизнеса. Проверок теперь будет меньше, порой абсурдных требований откажутся, принципы ведения бизнеса упростят. На неделе президент поручил контролирующим органам сократить количество плановых проверок. По инициативе главы государства создана рабочая группа, которая должна навести порядок в этой сфере и устранить излишние и надуманные требования к предприятиям. В ее составе известны бизнесмены и экономические эксперты. Анастасия Иванникова выслушала аргументы. Минск деловой глазами бизнес-сообщества. Бизнесу мешают 1700, как насчитали эксперты. Организации и органы государственной власти, которые имеют контрольные и надзорные функции. Мировой топ, наилучших показателей в сфере ведения бизнеса достигли. Что дальше? Все, что за кольцевой дорогой, давайте по максимуму кругу вопросов приравняем к условиям ведения бизнеса, как в агроэкотуризме. Бизнес-прицел, какие условия ведения бизнеса можно и нужно менять. Минусы, задачи и приоритеты. Приходит санстанция, проверяет, все нормально, все в порядке. Потом приходит через несколько месяцев опять и штрафует моих работников за отсутствие где-то в коридоре лампочка сгоревшая, а всего там в салоне, допустим, их 100 штук или больше. И ведь таких внеплановых проверок не счесть делится владелец салонов красоты с экскурсией специально для нашей съемочной группы. В бизнесе Виктор Мороз уж точно не первый день. Шутит, в следующем году юбилеет 30 лет. Говорит, что менять есть. И начать здесь надо с нормативной базы. Часто принимают указы. И вот они со временем, как это получается, они обрастают таким количеством бумаг, всякими всевозможными методическими указаниями, рекомендациями. Чтобы открыть вот такой франчайзинговый салон красоты с нуля, потребуется около года. Очевидно, процедуру открытия и ведения бизнеса в Беларуси надо упрощать. Только административных процедур примерно 900. А еще около 450 проверок ежедневно. Нужных, мелких, но иногда и бестолковых. Это без преувеличения нашумевшие кадры. Апрель 2014-го. Тогда при посещении Слузского комбината были выявлены факты грубого нарушения условий хранения мясной продукции. Все дошло до возбуждения уголовных дел. Такой случай наглядно подтверждает. Количество проверок не означает качество работы. На неделе договорились. Условия ведения бизнеса будут упрощать. Над этим вопросом экспертная группа работала далеко не один день. Представители правительства, администрации, руководители ведомств, а еще и директора предприятий, опытные хозяйственники и управленцы. Нам хватит увлекаться тотальным контролем. Давно пора пересмотреть подходы к самой его сути. Основной акцент на конечный результат, а не на проверку ради нее самой. Работает предприятие, платит налоги, нет жалоб, не надо дергать людей, дайте им возможность заниматься делом и сами занимайтесь своим делом. Перед открытием предприятия или же действующее предприятие определили, если надо, проверили, установили, уточнили, рассказали на основании уже новых нормативов, которые будут введены. И не надо туда ходить больше с всякими ревизиями и проверками. Дальше по закону ответственность на руководителя. И, кстати, упреки со стороны представителей бизнеса сегодня звучат все чаще. В таких условиях говорить о стимулировании молодых и начинающих не приходится. Вместо сокращения количества видов лицензируемых, на которые необходима лицензия, было введено в два раза больше видов деятельности, на которые нужна сертификация. И в восемь раз больше видов деятельности, которые подлежат обязательному включению в реестры. А вот у владельцев кафе вопросы свои. Сергей Миргородский, один из крупнейших рестораторов Витебска, дело всей жизни подсказала сама жизнь. В свое время даже в студотряды ездил с маминым комбайном и мешком специи. Готовил на всех ребят. Сегодня Сергей сталкивается с профессиональными проблемами всех рестораторов. Казалось бы, с помещением проблем никаких. Здание строилось полвека назад. Тут и потолки в два раза выше существующих норм, и места на кухне хватает. Тем не менее, возникают свои «но». Особо хотелось пожелать, в первую очередь, чтобы внеплановые проверки, такое слово вообще, исключили. Ну, или делайте больше плановых проверок, если вам кажется недостаточным. Или внеплановую проверку, ну, ее можно, эту внеплановую проверку, как бы, конечно, проводить, когда есть исключительные обстоятельства. Но это лишь один пример. Только чтобы открыть кафе, пройти нужно около 12 административных процедур. Одного желания явно не хватит. В отношении некоторых норм вообще не ясна логика. Взять, к примеру, требование к высоте помещений объектов питания. От пола до потолка она должна быть не менее трех метров. Еще один яркий пример. Оказывается, яйца, мясо, молоко нельзя хранить в одном холодильнике. Не надо ничего усложнять. Может быть, кто-то не знает, на что бы приготовить простые драники. Кто-то мне из чиновников рассказывал. Наше национальное белорусское блюдо. Расторанам нужно иметь, как минимум, несколько помещений. Поэтому они сегодня вынуждены готовить драники и некоторые другие блюда из замороженных полуфабрикатов иностранного производства. Первые шаги уже сделаны. В 2016 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли вместе с МЧС и Минздравом провели обширную работу по упрощению условий ведения бизнеса. Даже разработали правила дорожного движения по открытию ресторана. И это только начало. В санитарных нормах и правилах ранее было требование по выделению различных цехов для производства определенных видов полуфабрикатов. На сегодня это требование упрощено. И в ресторанах можно выделять отдельные производственные зоны. Кстати, с проблемами сталкивается не только мелкий бизнес. Руководители крупных предприятий вторят. Указательную политику надзорных органов надо убрать. Уж слишком много абсурдных вещей. Сказывается, как минимум, на себестоимости. Заведующая, допустим, столовой рабочей, она должна в день 24 журнала заполнить. Ненормально то, что, допустим, раз в месяц или в неделю приходится инстанция, проверяет слив воды в кране, который, скажем, ни предприятия не занимаются, ни чистоту этой воды. Это водоканал дает. Тем временем нужно не забывать и то, что многое зависит и от самих бизнесменов. Справится тот, кто хочет. Нужен здесь и талант, грамотно вести свое дело. Мы стали не просто проповедовать, но и развивать новую экономику. Цель ее, что я абсолютно поддерживаю, признаю, и на что хотел бы я всегда делать упор, эта экономика должна в деловом плане раскрепостить человека. Если человек хочет и может, плюс у него есть возможности, работать, заработать себе, своей семье, своим родным, близким, знакомым и так далее. И это будет приносить пользу государству, в котором он живет, ради Бога. Риторический вопрос. А многие ли из тех, кто куда-то туда кинулся для самореализации, для того, чтобы раскатывать на Мерседеса, иметь кучу денег и решать судьбы людей, многие ли способны это делать? Все-таки заниматься бизнесом – это сложная наука управления, и не только управление. Работа экспертной группы продолжится. Конкретные предложения от нее ждут до конца первого квартала. А на неделе Анастасия Иванникова, Анастасия Бут и Алексей Юнош посмотрели на все условия глазами бизнес-сообщества. На неделе правительство и Национальный банк заявили о программе дедолларизации. Это означает, что валютных расчетов, пошлины, сборов станет меньше. А вовсе от привычного еще с лихих 90-х зеленого эквивалента мы откажемся в будущем, в 2018-м. Правда, здесь еще и хорошая доля нашей потребительской психологии. Многие вещи по привычке измеряем в долларах, например, автомобили или квартиры. Я на Шибко на неделе размышляла. Так уж повелось, что все крупные покупки у нас сопровождаются обменом валют, условным переводом, как говорится, в условные единицы. Видим ценник и тут же включается мысленный калькулятор. Сколько же это в долларах? Иначе как притяниться? Однако на смену этому финансовому анахронизму уже пришла дедолларизация. Что же это? Новый мировой тренд? Зеленый больше не в моде, а долларов. Как основной резервной валюты отказываются все больше стран. Главная цель – снизить зависимость от иностранной валюты, а доминанты сделать собственную, национальную. Вытеснить франклинов из расчетов, получается, и сбережений уже сложнее. А вот попытки думать в белорусских рублях порой и вовсе к коту под хвост. Столичный авторынок, красный свет, зеленым здесь включили в расчетах. Но вот от доллара, как главного мерила стоимости, пока далеко не уехали. Шины в среднем от 50 долларов за колесо. А в белорусских? Белорусских умножается на 1,9. 90 рублей. Если введена своя валюта, должна быть своя валюта везде. И считаться должно быть в белорусском рубле, а не в долларе. А мне разницы нет, я и так, и так считаю. Мне называют сумму, я могу перевесить ее. А в этом автосалоне затрудняться без калькулятора. Назвать стоимость выставленных на продажу авто в белорусских рублях. Разве что примерно. В ценниках основной фигурант по-прежнему американец. И только мелкая приписка. В день оплаты стоимость посчитают по курсу Нацбанка. Алексей 8 лет в автобизнесе. Говорит наш покупатель. На такие крупные покупки, как машина, цену на автомате услышать хочет в долларах. По расчету-то проблем нет. Проблема цену человеку обозначить. У нас висят постоянно цены в белорусских рублях, в объявлениях, в интернете, на интернет-площадках. Но, к сожалению, никто не звонит по этим объявлениям, потому что люди не понимают, никто с калькулятором сидит, не хочет пересчитывать. Между тем переписать ценники лишь поверхностная мера. За ней стоит задача отвязать от доллара и его курса ценообразования. У тех, кто работает с белорусскими поставщиками, абстрагироваться хуже получилось. Все импортеры, которые завозят сюда товар, выставляют цены в белорусских рублях. Это не мешает никакому ценообразованию. И тем более, я даже не знаю, какой сейчас курс доллара. Когда убрали вот эти ноли, да, это стало удобно. Привыкли к деньгам без четырех нулей, самое время отвыкать от иностранной валюты. Дедоларизация как раз логичный шаг после деноминации. И курс сюрпризов не преподносит, и психологически готовы сказать доллару goodbye, если бы не привет из 90-х. Началось это давным-давно, еще в советских времен, да, когда валюта была вообще под запретом. И бессознательно создалось впечатление у людей, что чужая валюта – это более надежная какая-то вещь. Вот это психологическое, бессознательное доверие к доллару, оно, кстати, логически ничем не обусловлено, да, абсолютно. Такая же бумага, как и все остальные деньги. Плюс ко всему еще и хорошая национальная идея на этом уже будет основана, да, потому что когда своя валюта начинает цениться населением, то и к стране отношение другое становится, намного более патриотично. Психологи полагают, чтобы привыкнуть думать в рублях достаточно нескольких месяцев, особенно если покупательная способность рубля сохранит стабильность. Веками в ходу на землях Беларуси была иностранная валюта – не самая благоприятная историческая почва для рублевого патриотизма. Когда мы поймем, что, да, наши деньги, они достаточно хороши, не стоит ими пренебрегать, и когда мы начнем формировать свои собственные активы, то есть формировать бюджет семейный именно в белорусских рублях, то есть наши доходы, мы будем говорить о том, что мы заплатили, скажем так, за автомобиль не 5 тысяч долларов, а 10 тысяч белорусских рублей. И когда это у нас будет на ментальном уровне, ну, наверное, тогда в сознании в нашем все это изменится. Пиар-агентство Игоря одними из первых столкнулось с задачей забыть про долларовый значок. Фирма работает с ведущими белорусскими брендами, и в рекламных текстах вопрос стоимости товара или услуги не обойдешь. Пока непривычные, хоть и свои белорусские денежные значения, делать понятнее помогает конвертация словесная. Можно играть словами, да, и, например, образно как-то показывать стоимость, ну, условно говоря, там скидка такая, что ты можешь себе купить автомобиль, да, ну, то есть вроде как ты не назвал стоимость, и не разминулся в долларах-рублях, но зато объяснил человеку примерно на пальцах, что он получает. Мы готовы любить белорусский рубль, но это должна быть либо взаимная. Бывший модельер-конструктор Тамара Ивановна в бизнес подалась все самые лихие 90-е, пока она пыталась одеть минчан в красивые импортные вещи, и ее обували, нечистую на руку менялы. Однако свой бизнес сохранить сумела. Сейчас готова отправить иностранную валюту в отставку, но по всем фронтам. Мне, допустим, это плюс. Я объясняю, почему. Мне, во-первых, аренда не будет привязываться к евро, которую я не получаю ни в пенсии, ни в зарплате не получаю. Это предприниматель, он только пойдет на пользу, и все будут довольны. Страховые взносы, таможенные пошлины, тарифы – все это, согласно программе Национального банка и правительства, планируется отвязать от курса. Такие меры пойдут на пользу и частному бизнесу, и государственным предприятиям. Нефть, поступающая, например, из Российской Федерации на наши нефтеперерабатывающие заводы, изначально номинирована в иностранной валюте. В условиях больших девальвационных рисков действительно завод мог попадать в сложную финансовую ситуацию, потому что он получал определенные убытки, если уходил в расчетах в национальную валюту, возвращался обратно в иностранную валюту. То есть на том этапе, наверное, был в этом смысл. На этапе большей стабильности национальной валюты, повышения уровня доверия со всех сторон, наверное, точно так же совершенно рационально вернуться к расчетам национальной валюте. Однако есть еще статьи расходов, которые по инерции считаем в долларах. Турпутевки, например. Хотя на сайтах цены давно в рублях. Расплатиться за отдых белорусы все равно норовят и на валюте. Запросы, которые поступают к нам, клиенты, как правило, указывают. Подберите тур на двоих в Испанию до полутора тысяч евро. Все равно приходят, и мы их отправляем в обменник, чтобы поменять валюту. Так как они на отдых, как правило, копят год, полгода, собирают деньги. Соответственно, откладывают все в валюте. Иностранные операторы выставляют цены в своей национальной валюте на туристические услуги. Это нормальная практика. И на самом деле, что нам непременно нужно в доллары перевести, для многих нонсенс. Эти две подруги, россиянка и белорусска, подтвердят. В Беларуси обе предпочли бы говорить на одном денежном языке. Вот я свою подругу спрашиваю, как это у вас все? Они могут пересчитать, да, у вас в Минске все на доллары. А я на русский не могу пересчитать, не то, что на доллары. Ну, конечно, хорошо, когда единая валюта. Почему? Конечно, удобнее. Ты уже взял деньги, ты понимаешь, это много или мало. Удобнее, когда одна валюта, не надо ни к чему приравниваться. Мне кажется, теперь рубли выгоднее, чем доллары. Доллар падает, вот. Нужно свои деньги любить. А на неделе о плюсах рублевого патриотизма. Яна Шибко, Илья Пучко и Сергей Капустин. В Раубичах на неделе прошли юбилейные 10-е соревнования по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. Сюда приехали юные спортсмены из разных уголков Беларуси. На одной из крупнейших снежных трассы юниоры тренировались несколько дней. Привыкали бегущие лыжники не только к трассе, но и к новым правилам. Борьбу за своих земляком включились и зрители. Поддержка трибун не только мотивировала участников к стопроцентной отдаче, но и подстегивала бороться за победу до финишной черты. Я хочу стать биатлонистом, как, например, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин. Я думаю, что среди вот этих биатлонистов сегодня найдутся новые Даши Домбручев, найдутся новые Алексея Айдарова, я думаю, что Евгения Рецкина. Это наше будущее, это будущее олимпийских чемпионов. Борьба за медали продолжилась в эстафетной гонке. И сегодня, в воскресенье, рабыщи принимали всех желающих. Для удобства болельщиков организовали специальный автобусный маршрут, а теплую атмосферу праздника дополнил горячий чай. Именно с детского увлечения и начинается порой спорт высоких достижений. Правда, шансы не упустить время возрастают, если для таких занятий есть условия. Сегодня в Беларуси десятки многофункциональных комплексов, которые мы по привычке называем ледовыми дворцами. Именно они сегодня, особенно в малых городах, стали этакими центрами притяжения. Александр Добрьян об инвестициях в здоровье. Сублев, стоечку остановишь. Все, работаем с тобой, работаем шагом. Десятилетний Глеб Субач – надежда своего клуба. Лучший вратарь среди минских «Динамовцев» 2006 года рождения. Мальчик родился в Минске, в городе, который в одиночку принял целый хоккейный чемпионат мира, а его ледовые – арены среди лучших на континенте. В нашей школе есть условия, наверное, они лучшие в Беларуси. У нас есть и сухой лед, и у нас есть два дворца. А у нас есть очень много тренеров. Глеб не ждет на день рождения планшет или смартфон. Лучший подарок для него – новые щитки. В пятачке вратарской зоны они куда нужнее. Впрочем, никакой сухой лед и супероборудование не стоит и ломаного гроша, если в глазах мальчишек не будет огня. С того самого момента, как только он взялся за бортик, он уже понимал для себя, что он хочет быть вратарем. На самом деле ребенок живет хоккеем. Это вообще вся его жизнь. Для того, чтобы увидеть, как тысячи белорусских мам живут хоккеем вместе со своими сыновьями, достаточно просто прийти на матчи главного детского турнира страны. В этом сезоне уже определились региональные победители в младшей группе. В Минске сенсацией сезона стала команда «Грифоны». В финале обыграли соперников с разгромным счетом 8-2. Весной им предстоит подтвердить свое первенство на уровне страны. Золотая шайва из года в год – важнейшее событие для юных хоккеистов. Его одинаково сильно ждут и в двухмиллионном Минске, областных и районных городах. Стандартная ледовая площадка в Лельчицах. В простонародье коробка таких тысячи по всей стране. И именно здесь можно увидеть настоящую народную любовь к хоккею. Герой Лельчицкого льда – девятиклассник Вячеслав Миной. И хоть на майке номер второй, в игре во всем первый. Уже в ближайший вторник юный капитан поведет свою команду к победе на главном турнире сезона. Золотая шайба – это главное соревнование. То есть, все, к чему стремимся, это там выиграть. Раньше тренировались на озере. Сейчас, как построили лед, конечно, стало удобнее тренироваться. Вырастили неплохую команду. В прошлом году наше достижение было в том, что мы выиграли область, играли на республике. Александр Ведук – для ребят просто дядя Саша крестный отец лельчицкого хоккея. На голом энтузиазме он создал две детские команды и заразил весь город любовью к игре настоящих мужчин. Если бы у нас была такая возможность, конечно, хотели бы тренироваться профессионально, но так вообще это самое лучшее хобби. Только зима, все, сразу коньки в руки и налет. Были бы условия для тренировок. Эти детки там бы и жили, я думаю, в тех дворцах. Именно так сменили прописку тысячи жителей Жлобина. И это не метафора. В спорткомплексе Центра Олимпийского резерва многие проводят больше времени, чем дома. Еще 10 лет назад здесь была городская окраина и заброшенный пустырь. Сегодня же жлобинчане говорят, это центр города. Этот спорткомплекс ежемесячно посещает 75 тысяч человек. Именно столько проживает в Жлобине. Среднестатистически каждый житель Жлобина хотя бы один раз в месяц бывает здесь. Мастер спорта по боксу Виктор Филяев всегда мечтал увидеть сыновей в ринге. Но потом в Жлобине построили ледовый дворец. И выбор Филяевых младших пал на хоккей. Старший сын Василий уже громит соперника в составе белорусской молодежки Ю-20. А младший Илья еще только набирается опыта. Тут мы с друзьями проводим очень много времени. Тут играемся, смотрим хоккей. Филяевы старшие от сыновей не отстают. Правда, покататься на коньках всей семьей удается не часто. Пока в Жлобине не достроена вторая площадка, на одной арене тренируются 13 команд. Лед расписан на сезон вперед с 6 утра до глубокой ночи. Можно сказать, половина людей говорят про хоккей. Обычная суббота в семье Филяевых. Пока мама оценивает успехи Ильи на тренировке, отец тестирует на прочность грушу. Часа через два вся семья отправляется в аквапарк. Единственный в регионе он появился чуть ли не первым в стране. Стоимость более чем демократичная, а поэтому даже частые визиты не бьют по карману. Считаю, что такое должно быть в каждом более-менее крупном городе. Жалко, что в нашем районном центре даже нет бассейна, как бы работающего. Мы бы даже туда ходили. Приходится ездить вот за 100 километров. Коренные жители Жлобина в Филяевы сегодня не представляют свой родной город без ледового дворца. Футуристические сооружения спорткомплекса изменили не только городской пейзаж, но и самих людей. Здесь все собираются, здесь как пчелы, здесь сплачивают. В конце 90-х в Беларуси было всего 4 ледовых дворца. За 20 лет их число выросло в 8 раз. От скромных площадок в горках и березе до грандиозной Минск-арены. Теперь забивать шайбу можно на 31-й арене страны. Кому-то может показаться число внушительным, но, как обычно, все познается в сравнении. В Словакии, где население почти в 2 раза меньше белорусского, целых 47 крытых катков. А в небольшой Швейцарии больше 150. Кто-то скажет, не в количестве дела. Но в Лельчицах точно знают, где не помешает еще одна ледовая площадка. Александр Довриян, Виталий Распопов, Виктория Ходосок и Андрей Иваненко. На неделе о том, что делает нас сильнее. И в финале программы сегодня обещанное расследование. Кому развлечения, кому и огорчения. Набирающее популярность среди белорусов, любящих повышенную дозу адреналина в крови, вездеходы превращают порой сельскохозяйственные поля в трассы для гонок. Нередкие гости они и в местах массового отдыха. А потому требования к таким водителям-легачам усилят. Татьяна Ревизория на неделе разбиралась. Эти проходимцы абсолютно не боятся бездорожья. Высокий клиренс, независимая подвеска и довольно приличная мощность для таких габаритов. На квадроциклах можно кататься в любое время года. Вездеходы способны укращать болото, сыпучие пески и глубокие снега. Ростые в управлении не снискали популярность во всем мире. Беларусь не исключение. Виражи захватывают дух. Но когда трассой становится засеянное поле, за сердце хватаются уже аграрии. Вот практически это свежие корни и как вырвано шинами техники, которые здесь проезжают. В частности, вот мощный квадроцикл. Так буквально все рвется и трава, и озимые. Хозяйственник с 30-летним стажем перед трудностями пасовать не привык. Вот только как отвазить лихачей от сельхозугодий? Разговоры не помогают. Количество любителей превратить поле в полигон из года в год только растет. Масштабы приобретает и ущерб. Особенно когда урожай, который уже надо убирать, и когда он потоптан этими квадроциклами, конечно, это для нас катастрофа. Если они катаются зимой так активно, как сейчас в эту зиму, вы представляете, что делается, когда температура поднимается до 15-20 градусов тепла. Что они вытворяют? Ну, они устраивают на поле ралли просто-напросто. Или там, как Парыш, ДК орудие получают, может быть, удовольствие, а мы получаем в год. Кстати, ралли на полях не единственное нарушение со стороны обладателей мотовездеходов. Вот, к примеру, выезд на дороги общего пользования. По правилам это запрещено. Конструкция и технические характеристики попросту не позволяют таким машинам быть участниками дорожного движения. Впрочем, практика порой доказывает обратное. А потому контроль за водителями квадроциклов на неделю усилила госавтоинспекция. Последние рейды выявились десяток нарушителей. В отношении водителей квадроциклов применяются административные меры, составляются протоколы, привлекаются к штрафам. Такие рейды будут продолжаться. Съезд с маршрута в понимание Александра, кстати, бывшего мотогонщика, нонсенс. Последние 7 лет компания, которой руководит мужчина, занимается прокатом квадроциклов. Строгое соблюдение техники безопасности, обязательное присутствие инструктора и, конечно, маршрут только по схеме. В последние годы у нас действительно появилось много данной техники. К сожалению, далеко не все люди понимают ответственность. Зачастую есть нарушения, конечно. Но для прокатов у нас этого нет и не будет никогда. Наши маршруты проложены абсолютно в стороне от дорог общего пользования. Находятся они в лесных массивах, ближе к полигонам. Татрасы вас не допустят без инструктажа и предварительного тест-драйва. На вид безобидный квадроцикл, вовсе не игрушка. История о переворотах с летальным исходом периодически мелькают в сводках ГАИ. Случится беда может даже с опытным водителем. Меж тем уже в скором времени желающим ездить на вездеходе потребуется категория. Самих же проходимцев уже с 1 января нужно будет регистрировать в Минсельхозпроди. Изменения появятся и в ПДД. Лицо, имеющее хотя бы одну из категорий удостоверения тракториста-машиниста или водительского удостоверения, за исключением категории АМ и подкатегории А1, будет признаваться имеющим право управления мотовездеходом снегоболотоходом. Интересы этой пары совпадают даже в экстремальном увлечении. Последние годы супруги не пропускают ни одного соревнования по преодолению бездорожья. За 5 лет у семьи появилась приличная коллекция трофеев и кубков. Ложка дегтя, где безопасно кататься вне конкурсной программы. Проблема в том, что мы не можем пользоваться дорогами общего пользования. Люди не знают, где им можно, где нельзя, поэтому возникла вся вот эта вот ситуация. Хотя для нас, для спортсменов поля это табу, потому что когда ты участвуешь в соревнованиях, если кто-то из участников выезжает на поле, он тоже получает штраф и дисквалифицируется. Ответ на резонный вопрос дадут в ближайшее время. Места для катания на квадроциклах должны определить местные органы власти. Поручение выделить такие площадки дано в Минской области. Вот, к примеру, Боровляны, где живут наши герои. Проводится работа по определению земельного участка, там, где можно осуществлять тренировки квадроциклистов. Предположительно, это район аэродрома Боровая. Такая площадка может появиться в течение месяца. Словом, совсем скоро у любителей виражей появятся как новые права, так и новые обязанности. Ведь какой бы проходимостью не обладала бы техника, закон преграда особая. А на неделе в том, что исключение из правил нет, убедились Татьяна Ревизория и Андрей Новгородцев. Несколько слов о погоде. Зима сдаёт позиции. Последняя неделя февраля будет по весеннему тёплой, до 5 градусов выше нуля. Днём, правда, картину испортит сильный ветер, дождь и утренняя гололедица. Таким были эти 7 дней. Как будет развиваться события, покажет следующая неделя. Всего доброго.